Более полутора тысяч летальных исходов зафиксировано на дорогах страны с начала года. Нередко трагедии происходят по вине пешеходов. Однако по закону в таких ситуациях уголовную ответственность несут исключительно водители. Ну а для пешеходов, которые часто перебегают в неположенном месте, предусмотрен только штраф. Сегодня об этом говорили в МВД. Рамина Мирзалеева продолжит тему. За 9 месяцев на казахстанских дорогах произошло около 11 тысяч автомобильных аварий, которые унесли жизни полутора тысяч человек. Впрочем, печальную статистику ухудшают не только водители. В этом году около 500 крупных ДТП случились по вине пешеходов. И, как правило, никто из этого списка нарушителей не понес справедливого наказания. В общей сложности 4% дорожно-транспортных происшествий происходят по вине пешеходов. В этом году по их вине зарегистрировано 474 ДТП. В результате погибли 108 человек. И около 350 получили телесные повреждения. Около 150 тысяч пешеходов все же оштрафовали. Но сумма административного взыскания невелика, отметили в комитете. За первое нарушение 2 МРП – это около 5 тысяч. За повторное – 10 месячных расчетных показателей. А вот уголовная ответственность за такие проступки в нашей стране не предусмотрена. Отдуваться в случае дорожного инцидента придется только автовладельцам. К уголовной ответственности привлекаются водители транспортных средств, даже если виноват пешеход. Если потерпевшему причинен ущерб средней степени тяжести, это считается уже уголовным делом. В виде наказаний предусмотрены штрафы, исправительные работы и арест. Если ДТП повлекло за собой смерть человека, это может привести к лишению свободы. В таких случаях виновного лишают прав на вождение сроком на 5 лет. Если же водитель сбил от двух и более человек, то его могут лишить свободы от 5 до 10 лет. Но подобные наказания опытный автолюбитель Омар Бухарбай считает слишком суровыми. И говорит, что ответственность должны нести в том числе и пешеходы. Я еду по своей дороге, например, так и они должны ходить по своей. Там, где есть знак пешехода, думаю, надо пересмотреть закон. Потому что часто бывает так, когда водители едут по дороге, и тут неожиданно на нее выбегает пешеход. Бывает, дождь пойдет или снег. И тогда водители просто не успевают затормозить. В Европе с нарушителями на дорогах местные власти обходятся гораздо строже. Такие меры и помогают дисциплинировать и водителей, и пешеходов, говорит юрист из Бергена Лауханов. Я думаю, что пассажиров, которые грубо нарушают правила, необходимо привлечь к уголовной ответственности. В Европе с этим строго. Могут назначить даже пожизненное наказание. Бывают, лишают свободы и до 15 лет, потому что там высоко ценится человеческая жизнь. Нередко аварийную ситуацию на дорогах провоцируют и сами пешеходы. Переходя дорогу, отвлекаются на мобильный телефон или перебегают в неположенном месте. За границей, к примеру, в Штатах, за такой необдуманный поступок можно схлопотать солидный штраф. Но заставить людей при помощи ужесточения наказания соблюдать правила дорожного движения невозможно, считают эксперты. Необходим профилактический подход к делу.